МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня день рождения Москвы. Златоглавой и белокаменной, царственной и простонародной, официальной и разухабистой, будничной и праздничной, великолепной и аляповатой, древней и вечно молодой, ресторанно-клубной и чебуречно-рюмочной, благословенной и проклинаемой, дворянской и большевистской, либеральной и авторитарной, доброй и жестокой, доверчивой и неверящей слезам, но самое главное – нашей любимой столицы. Живя, учась, служа и работая в различных городах и селах, находящихся в тысячах километров от столицы, и на Камчатке, и во Владивостоке, и в поселке Токур Селинджинского района Амурской области, и в Днепропетровске, я всегда знал, что у меня есть перспектива движения вверх. Я всегда помнил, что у меня, как и у каждого русского человека, есть Москва. Я знал, что в любой момент могу приехать в Москву и добиться всего, чего я только захочу. То есть Москва всегда дарила мне надежду. Да думаю и не только мне, а каждому жителю нашей необъятной страны. Надо мной могут смеяться всякие либералы и циники, но я считал и считаю, что Москва — это один из центров цивилизации, один из полюсов мира, город неограниченных возможностей для тех, кто чего-то хочет добиться в этой жизни. Москва такому человеку предоставляет все возможности. И люди чувствуют это и тянутся сюда. Ломоносов, к примеру, пешком пошел в Москву, потому что понимал, нет, даже не понимал, а чувствовал, что только здесь раскроется его талант. Многие другие люди, преодолевая множество трудностей и препятствий, делали все, чтобы попасть в Москву, учиться, работать или даже петь песни. Здесь открывается широкая перспектива в любом деле. И не только потому, что это столица. Здесь, по моим ощущениям, находится центр сосредоточения космических сил. Именно поэтому, на мой взгляд, этот город обладает такой колоссальной энергетической мощью, что заряжает ее не только конкретных людей, но и всю страну, да еще и дает толчки развитию всего мира. Зачастую, к сожалению, слишком большой для нас ценой. В общем, благословенное место. Расскажу о впечатлениях, которые произвела на меня Москва, когда я более 30 лет назад приехал сюда поступать в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации, что на большой академической. Первым моим впечатлением была благодарность. Благодарность знаменитому Курскому вокзалу, который первым радушно встретил меня. Ведь именно туда прибывает поезд из Невропетровска. А так как денег у меня было совсем в обрез, то он меня любезно и приютил, став моим первым местом жительства в Москве на время вступительных экзаменов в аспирантуру. Здесь, в залах ожидания, было много деревянных кресел, расположенных рядами, в которых было очень удобно готовиться к экзаменам и спать по ночам. А так как это был ноябрь, поздний ноябрь, и было уже прохладно, то для ночевки надо было выбирать место, где потеплее. Я сначала не понимал, где его найти, и поэтому где не прилягу, замерзаю, не отдыхаю за ночь. А потом догадался, что теплее всего там, где ночуют постоянные вокзальные жители, бомжи. А они гнездились в самом углу одного из огромных залов ожидания. Именно там было теплее всего, так как не было сквозняков от постоянно открывающихся дверей. Но слишком близко к ним располагаться не было никакой возможности, хотя вокруг них была масса свободных мест. Никто не садился рядом с ними из-за жуткого запаха мочи, исходившего от этих аборигенов. Но так как там действительно было намного теплее, то мне пришлось, переломив брезгливость, на ночь располагаться поближе через пару кресел, чтобы не замерзнуть. Вот тогда я стал высыпаться. А так как я жил там не один день, то бомжи поняли, что я не транзитный пассажир, а такой же нищий, как и они, только пока еще интеллигентный, но у которого все еще впереди, который пока еще только готовится к большому будущему, место подбирает. Поэтому они меня не трогали и не попрошайничали, за что я им тоже благодарен. После поступления в аспирантуру мне предоставили общежитие в городе Дедовск. Я со слезами на глазах покинул этот уютный вокзал и его милых обитателей. Современная московская власть полностью уничтожила весь колорит Курского вокзала. Теперь там нет бомжей и не воняет мочой. Все как в обычном заштатном европейском вокзале. Никакой экзотики. Могли же оставить хотя бы небольшой уголок с бомжами в качестве музея поздней советской эпохи. Но у чиновников, как обычно, нет никакого почтения к нашей истории и культуре. Несмотря на то, что в московском правительстве есть целый департамент охраны памятников. Не хотят вдумчиво работать чиновники. Что с них возьмешь? Хорошо хоть Венечко Ерофеев зафиксировал все это в своем нетленном произведении «Москва-петушки». А то б совсем стерлось все в памяти народной. Поэтому ему я тоже очень благодарен, так как это была вторая книжка в моей жизни после похождения бравого солдата Швейка, во время чтения которой у меня от смеха сводило мышцы на животе. Следующим моим впечатлением было удивление. Я был очень удивлен, когда, поступив в аспирантуру, узнал, что большинство моих одногруппников, москвичей, выбрали свою профессию и, соответственно, институт, в котором учились, только потому, что он был рядом с домом, через дорогу. А в аспирантуру поступили не от тяги к науке, а чтобы не идти в армию. Для меня, провинциалы, это было шоком. Имея такую прекрасную возможность выбрать любой вуз в своем же родном городе, любую профессию, которые в Москве представлены во всем спектре. Вроде бы умные и с хорошими школьными аттестатами ребята выбирали то высшее учебное заведение, которое было через дорогу. При таком отношении к самому себе и к выбранной профессии никто из них в срок не защитил диссертацию. В отличие от нас, провинциалов, не было у них стремления к настоящей жизни, которая на пределе возможностей. Я до сих пор задаю себе вопрос, что это с ними было? Кто им так отформатировал мозги? Мама с папой или школа? Или газета «Правда», как считают либералы? Так газета «Правда» как раз всегда правильные вещи говорила, если отбросить пропагандистский пафос. Меня это удивило, так как я был уверен, что любой человек, который имеет даже первичные школьные представления об этом мире, знает, что необходимо выбирать ту профессию, которой лежит его душа. К чему эта душа призвана самим небом? Да простят меня всякие атеисты и циники, которые никак объяснить не могут, почему же одного человека тянет к музыке, другого в космос, а третьего людей лечить. Но это так. Только призванию стоит посвящать свою жизнь, иначе это не жизнь, а каторга — заниматься тем, к чему безразличен. Но оказалось, что для многих главное, чтобы место учебы было через дорогу. А чему там учат, абсолютно все равно. Вот так и появляются несчастные, непрофессиональные, вечно всем недовольные и завистливые люди. Именно это было первым, что меня удивило в Москве. Хотя должен сказать, что к занятию любимым делом есть еще один путь, непростой, правда, но гарантированный, и для большинства людей единственно верный — полюбить то дело, которым стал заниматься волею судьбы. И я хочу пожелать всем добрым людям найти себя в этой жизни. Еще одно чувство, которое я испытал по приезду в Москву — это восхищение. Восхищение совсем другими, но, на мой взгляд, настоящими москвичами, а именно, теми людьми, подлинными учеными, под начало которых я попал в аспирантуре. Академик Шумаков Борис Борисович, несмотря на свой статус, ордословную и занятость, лично напустовал меня обычного провинциального молодого человека на трудовые и научные свершения и в дальнейшем курировал мою учебу и защиту. Начальник отдела доктор наук Сигаев Михаил Петрович, прекрасный ученый и человек, боевой орденоносец, бывший армейский разведчик в Великую Отечественную войну, постоянно и научно, и чисто по-человечески поддерживал молодых аспирантов и сотрудников. Начальник лаборатории и мой научный руководитель, перский Владимир Исаакович, человек жесткий и прямолинейный, но за своих всегда стоял горой. Помогал и с подготовкой, и с размещением научных статей в различных печатных изданиях, да еще и всегда давал возможность подработать бедному аспиранту не разгрузкой вагонов, а научной работой. Когда я решил поступать в аспирантуру в Москву, в моем институте меня отговаривали, предлагали поступать в аспирантуру к ним на месте, да еще и пугали. В Москве ты никогда не защитишься, там народ гнилой, одни блатные, только своих и продвигают, а у нас, говорят, ты лет за 10 гарантированно станешь кандидатом наук. Но я был настроен только на Москву, чувствовал, что это мой город. Поэтому каково же было мое приятное удивление, что в Москве, в этом знаменитом научно-исследовательском институте, не только очень благожелательно относились к аспирантам и давали возможность подработать, но еще и постоянно подгоняли и контролировали нас, чтобы мы вовремя, в положенные 3 года, подготовили диссертацию и защитились. Разные впечатления были у меня от Москвы, и я буду еще много о них рассказывать, но вот разочарования не было никогда. Что еще мне нравится в Москве? Помимо тех огромных возможностей, что она предоставляет всем честным и трудолюбивым людям, так это ее исторические улицы, гулять по которым одно удовольствие. Не знаю почему, но мне очень нравится их старинное название, от которых веет московским колоритом и самобытностью. В этих названиях, отмечающих либо достопримечательности того или иного места, либо какие-то истерические события, либо говорящих о ремеслах, привычках, юморе и иронии населявших эти улицы людей, живет подлинно народный русский дух с московским колоритом. Волхонка, ленивка, варварка, ордынка, остоженка, патриарши пруды, арбат, сивцев вражек, балчук, воронцово поле, зацепа, бутырский вал, лужники, кузнецкий мост, маховая, охотный ряд, плющиха, поварская, пятницкая, щепок, шаболовка, сокольники, хамовники, покровские ворота, рогожская застава и множество других прекрасных и колоритных названий. У многих жителей других наших более поздних и современных городов, того же Санкт-Петербурга, с широкими и прямыми проспектами, названия изогнутых московских улочек почему-то вызывают надменную усмешку. А мне лично очень нравятся эти исконно русские названия. Может быть, потому, что я просто очень люблю Москву, этот самый прекрасный город на земле для нас, русских людей. Много песен написано о Москве. Многие знаменитые певцы, поэты и композиторы воспевали ее. И я также хочу предложить вашему вниманию классический рок-н-ролл от группы Волощук АСД, написанный мною как признание в любви к этому великому городу. Жду ваши комментарии. И не забывайте подписываться на наш канал. Надеемся быть вам интересными. До свидания, друзья. Мои друзья говорят, как повезло нам с тобой, а я сперва был не рад, что я связался с Москвой. Что, 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 что? Что, 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 что Что я связался с Москвой С ИЗАМ не верит она Не верит даже словам Дает всем шансы Москва Но верит только делам Но, 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 но Но верит только делам Но, 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 но Но верит только делам Люди добрые, кто знает Кто расскажет мне Почему любой мечтает Жить в большой Москве Не хочу стоять на месте Жить вчерашним днём Скоро я найду невесту Стану москвичом Властная пробка везде И толкотня под землёй Как белка я в колесе Что происходит со мной Что, 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 что Что происходит со мной Что, 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 что Что происходит со мной Мне говорили давно Что любит деньги Москва Тогда мне было смешно Ну а теперь не до сна Да, 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 да Ну а теперь не до сна Да, 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 да Ну а теперь не до сна Люди добрые, кто знает Кто расскажет мне Почему любовь мечтает Жить в большой Москве Не хочу стоять на месте Жить вчерашним днём Скоро я найду невесту Стану москвичом И всё же я очень рад Что я связался с Москвой Пусть что хотят, говорят Я знаю, это любовь Да, да, Москва Я знаю, это любовь Да, да, Москва Я знаю, это любовь Да, да, это любовь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...